Мне правда понравился лор данной игры. Он весьма круто сделан и реально продуман. Я конечно понимаю, что игра старенькая и многие уже знают этот лор наизусть, но я проходил первый раз. Ну просто я уже прошёл, но вы поняли. Всем приятного просмотра, друзья. Надеюсь, вам всё понравится, берите вкусняшки. С вами VJ Dream. Поехали! То есть они вот так вот ходят по городу и просто собирают кровь из трупов, да, получается? Из всех, кого найду. Таким способом они делают этот самый вял адамант. Я готова видеть сны, мистер Бабблс. И она его зовёт мистер Бабблс. Тимми мы взяли сразу после полуночи. Теперь либо Райн свалит Фонтейна, либо Фонтейн Райна. Мы допросим беднягу Тимми у рыбзавода Фонтейна. Если хочешь поразвлечься, код 5380. 5380. Я по-моему взомал ту дюрежа. А без сестрички он потому, что она говорит, что она готова видеть сны. И он её отправляет в эту дырку спать. Потом со временем он берёт, достаёт новую сестричку. И начинает с ней ходить и охранять её. А всё это время он безобидный, потому что как бы, ну, сам по себе он, собственно, безобидный. Он чисто только сестричек охраняет, если близко к ним подойти. Это лично я их охрана. Прикольно, прикольно. Так, ну ладно, пускай он себе ходит спокойно, я не знаю. Ну, в лоре, скажем так, всё объяснено, и мне это очень дико доставляет. Потому что всё, в принципе, поддаётся логике. Когда начинаешь задавать вопросы, это прикольно. Только пока реально не очень понятно, кто мы, нахрена мы сюда приехали, почему мы. Но это вот пока ещё единственный вопрос, ответ на который я не получил. Так, когда вы сражаетесь с теми, кто быстрее или сильнее вас, нужно использовать любое преимущество. Крадущийся гаечный ключ позволит вам одолеть любого противника, если удастся застать его врасплох. Крадущийся гаечный ключ? А, не, не хочу. Стопка. Маля Роза, верните мне её. Верните! Подписывайтесь, strategiciarно! Подписывайтесь, гарантий,itarно! Твое, это inom чистая... Откуда тебе, Sugar? то есть они меня называют монстром вы себя то видели ребят тихо 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 для них я получается монстр потому что я воде какой человек жаль но я почапал спать на след стрим обязательно потом завтра будет низ кучай следующий стрим будет завтра братишка прям завтра в 19.00 по мск имею ввиду давай приятно что это было за подписание все хорошо работает чат все четенько все супер звук картинка все дела все но на этом участке вы спасли ли обобрали не всех маленьких сестричек я ну да я знаю но ёптвою медь ну ладно давайте одну хотя бы отберем моя все норм мы пойдем одно отберем так не хочется этим заниматься потому что это довольно таки огромное количество ресурсов тратит но походу придется хотя бы одно извините я буду мешать а почему-то не мог просто проигнорировать и остаться каком начале я ни разу не заблудился за всю игру брешет а сейчас я просто еще сестре тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих сестричка так папочка достань сестричка пожалуйста да ладно не злись но достань но ну надо ну блин но я тебя убью заберу и освобожу сестричку ну надо так ну ну надо я тоже не хочу но придется придется таков путь понимаешь таков путь таков путь смотрите так появляются дети чат прикольно блин вообще-то это мило прости мистер бит альтернатив не придумали да почему я не могу с ним подружиться вопрос конечно глупый потому что он не человек ни хрена не плачь не плачь не плачь не плачь спасибо мистер спасибо а ничего что ты возвращаешься обратно в ту самую откуда тебя забирал папочка это же явно не самое безопасное место нет странный зачем тебе сейчас вообще как бы я вроде бы как ее освободил она может идти заниматься чем угодно она все равно идет обратно что и наркоманы какая же все же педофильная сцена охажетачает двадцатый год испортил тебя испортил тебя во всем ты находишь педофильная сцена так ну что я вроде бы все сделал принципе все да ухожу ухожу господи не кричи и женщина где здесь был авто вот он вернулась меня нет вариантов так и мне сейчас нужно получается вот куда вот сюда идем а сюда что-то друг запустила такая злостная пропаганда вообще так ну что братан я принес тебе твои снимки у тебя что то есть для меня и моей команды или ты просто так явился на критику нарываешься ну раз пришел так я сейчас кофе сварганю стол накрою и все такое не утрируй на то так подожди прежде чем отправиться на рыбзавод послушай доброго совета старый персик тот и еще пройдоха держи ушки на макушке понял понял то есть ты хочешь чтобы я остался без оружия наверное нет я не знаю они в меня встроены ладно мы останемся без пушек а но мне остался гаечный ключ нормально добре а а я пожалуй возьму можно я заберу оружие обратно не так еще один фаворит в линейке генных тоников компании супер хакера направленной взлом распылает ловушки в системных блоках о подожди получается что они не будут бить меня током и я смогу сколько угодно взламывать серьезно подобряю если это я правильно понял то добре подожди а я могу тебя взломать нет было бы прикольно ну ладно иди сюда поговорим с тобой ты вроде бы конечно нам союзник так что хрен с тобой жили но это сука что-то я тебе не верю ну так я зуб даю когда ваш босс выбрался и задать он дьяволу сказал что скоро вернется обратно ты взял ему в ответ ну конечно мне фонтейн я вам придержу тепленькое местечко райн обещал что фонтейн превратится в фраг а теперь ты делаешь за него грязную работу то есть райн вроде как солгал а ты зря ты это сука чё за говно подожди он не горит серьезно потому что наверно слишком холодно поэтому не горит твою месть момент это неприятный между прочим ты посмотри а ладно хорошо пошел на нахер блин а у меня ничего такого сабы этого нету ух оружие из тебя снять не могу да получается так подожди теперь эта фигня за меня пистолет есть я подбирать не могу надо было сразу наверно так сделать или парить маску по ногу нормально 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 ой 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 что ты посмотри как и мажа так текать 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 почему я могу взять у них патрону но не могу взять у них оружие я понять этого прикола не могу нет не буду я порт пошли тебя спалить на расстоянии но тебя в задницу ты слишком опасно да ты затрал это посмотри какая но ты нет ну ты посмотри на эту гадость но все саная хрень ты огребаешь тем не менее тем не менее я мать его живой кстати если усы отрастить под ту сцену которая была с девочкой это было бы очень забавно это выглядело больше жестоко и местами блин у меня опять все птички закончились я все бабки трачу на аптечке они у меня заканчиваются в любом случае быстрее чем я успеваю что-либо сделать боли на торговый автомат опять все деньги на аптечке давай почему нет в принципе мне больше некуда их тратить погоди это я наверное знаете чем смогу сделать я здесь не могу переставить да блин там короче говоря наверное скорее всего с помощью ветра или телекинеза я смог бы сдуть нахрен эти ящики но я не могу нигде сейчас представить телекинез или ветер а вот вопрос точно ли не могу пойти по-моему здесь в начале я где-то мог это сделать вот здесь же я могу . так давай наверное вместо вот этой хрени поставлю ветер потом или телекинез давай не так а зачем мне растапливать двери смотри они отначит эти помощи ветра я просто выломаю или вне ну и может моя логика конечно с точки зрения логики правильная но с точки зрения игры работает это или нет я не знаю сейчас узнаем просто в этом есть смысл я просто сдуйте рамы те шкафы и все да ладно я серьезно не работает такой бред может быть теперь сработает и что мне конечно туда особо и не надо на тянем они а то есть вы серьезно таким способом туда вообще не попасть это так тупо по мне так это было вполне себе логично то что я делал потому что я просто с помощью телекинеза могу отодюнуть ящик и видимо играет его просто тупо не предусматривается ладно облом но я считаю что я делал все правильно в любом случае потому что с точки зрения реальности если бы телекинез было все дела я думаю что это можно было бы провернуть ну блин а у меня телекинез я могу пулю на лету останавливать я не могу сдвинуть грёбаный шкафчик который вмерз серьезно мне просто почему-то кажется что остановить пулю на лету куда сложнее чем сдвинуть мертвым в мерзлый шкафчик вот честно но видимо нет не знаю а че у них на месте где сердце что это такое у меня максимум максимум магии тут дети играли в гестапо понял так и и а и и и и и и и и улучшение оружия так слышь так 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 значит пневмо спуск повышает способность дробовика наносить урон одобряем одобряем так что еще что еще а все только это то есть один раз и все я думал я все смогу улучшить ну блин не но я дробую ком пользуюсь откровенно очень часто пока что больше всего конкретно им так что все хорошо но я думаю смогу еще что-то сделать обидно да есть я а а а что хотел чтобы я послушал но в смысле ну дай ну еще хочу ну не одобряем всячески осуждаем но это приезжает мои чувства прокачки закручивает гайки и даже двое выжимает с нас по 80 процентов прибыли а иначе грозится сдать нас рай ну если вы не зашла не выходит и мне говорит что пожалуй пойдет констеблю а на другой день сами джи нашли в мешке на дне соленого пруда тут у нас выбора нет или держаться фонтейна или на виселицу а если начать кузить то кончим и как сами джи но тут же быть какой-то другой способ да но при этом почему-то на меня-то атаковал дебил блин я хоть и с ним работаю но я ж не на него работаю в итоге ты зря сду но придурки ты не можешь все бросить фонтейна тыщик тебя фонтейна никто не может послать к черту он сам всех туда посылает я могу я могу такое чувство как будто кто-то на гармошке играл где-то сзади окей я что-то пока не особо увидел смысл фотографировать кстати я в этом забыл надо были сфотографировать сестричку и папочку чисто ради интереса может быть это на что-то повлиять блин он сразу берет и сразу жрет все что находит абсолютно по барабану видимо шоколад был просрочен я рядом с бухтой субмарин но не могу в нее попасть мне нужна твоя помощь моя семья уже совсем близко в какой-то сотни ярдов чтобы мне такого наряд мне в принципе все устраивают в данный момент на телекинезе наверно все-таки вместо ветра поставлю хотя им не пользуюсь как и ветром по сути поэтому по барабану это если я там не взял оружие я мог вот тут взять да смысле вот количество аптечек оставляет желать лучшего мы все сюда спустились ждали что станем вроде как звеньями великой цепи только цепь самого райна оказалась из золота а наша такая с большим железным ядром на лодыжке он сейчас в форте веселый с модными модельками развлекается а мы тут в этой выгребной яме потрошим рыбу на юный дебилы а еще работяга якобы они же умные а этот ты чё такое наивный дебил так чуть за херня похоже на какой-то огромный движок уголе этот огромный движок потыкать пальцем дабы он заработал может быть да но походу нет я даже не могу попасть проход а вдруг этот атлас мудак вдруг он вообще не тот кто может быть я смогу выбрать за кого я буду за райана или за этого чувака но райану я не доверяю по одной простой причине он всех кидает вдруг он и меня кинет потому что богатство это дело хорошее но если он меня кинет то вот тут у а-та-та я останусь ни с чем обидно будет только атлас мне вообще ничего не дает краю пожать руку он тоже такой себе немного бляха меня во всех раскладах взять не особо-то много что за нафиг район слишком дерзкий и не одобряем надо замочить у меня нога сидела сейчас секунду сижу очень долго в одной позе блин причем на своей ноге на правой я нажал а но на Ты меня слышишь, родная? Мутанты! Они повсюду! Я не могу их держать, надо отступать! Я... я... А потом перегруппируемся как сможем! А я уже думал, что он вообще откинется, я думал, что я просто так в итоге его спасал. Как я вовремя прокачал дробовик! Да бегу я, блин! Бегу, братан! Карабатка херово! Так кто ты такой? Зачем ты сюда пришел? Есть два способа решить загадку. Найти ответ или убрать ее совсем. Ты знаешь, я и сам-то не знаю, кто я такой. И зачем я сюда пришел? Если разгадаешь, ты скажи мне тоже. Потому что мне тоже интересно. Да погоди! Ух! Хорош! Я жив, я жив! Это брат, что ли, Фрэнк Фонтайн? Я, конечно, щекнутый на всю голову. Прямо как все эти, которых освобождали из концлагерей. Но она свое дело знает. С ней я столько денег буду зашибать, что Райану и не снилось. Ей просто надо подбросить кое-чего для начала работ. Ну и поставить кого-нибудь, кто бы за ней присматривал. Пофоткаем. Пускай будет. Я так понимаю, что особо-то сильно это ни на что не влияет. Ну типа пускай будет. Главное, объект мертв. Ну блин, извините. Так получилось. Не то, чтобы мне было не пофиг, но... Э, а то труп уже исчез. Обидно? Не одобряю? А, горячую фоткать не могу. Ладно. Короче говоря, это не магия, в общем. Нет тут магии. Здесь не магия. Здесь скорее реально вот просто выведенная с помощью... Науки, моллюсков и прочей фигни. Ну, относительно, грубо говоря, магия. Такая магия, которая появилась не магическим путем. Ирландский хряк предложил мне стенку. Я им знаю Фонтейна, и они меня отпускают. Вот так запросто. Только откуда мне знать, что этот толстяк сам не работает на Фонтейна? Откуда мне знать, что все они на него не работают? У Фонтейна есть Адам, который всем нужен до зарезу. А у Райны из их хорошо подвешенный модный костюмчик. Даже тут внизу любой кретин поймет, куда ветер дует. Адам и Ева. Адам и Ева прям. Так. А, вот тут на что-то надо нажать. Да. Я сразу не заметил. Ну да, научная магия, что-то в этом роде. То есть как бы это не магия в нормальном понимании, но... Ну да, как бы магия. Мойра, Патрик. В этом весь Райан дождался, пока мы почти выбрались, а потом дернул за веревочку. Мы найдем этого подлеца, найдем и вырвем его сердце. Я пришел сюда, чтобы достичь невозможного. Ты пришел украсть то, что не способен создать точно сметенный гун у Радрима. Даже воздух, в котором ты дышишь, это я за него плачу. Но тут души глубже, чтобы потом вспоминать его вкус. Доберись добыть из сферы на полугих холмах. Она тебя хоть к черту на рога доставит. И тогда по всем долгам будет уплачено сполна. А я тебе что, должен что ли? А, в смысле, что она меня доставит? И поэтому? Я понял? Да. Похоже, каким-то горемэком уже начали призраки мерещиться. Призраки! Райан мне говорил, что от плазмидов возможен такой побочный фильм. Память одного бедолаги передается другому через генные образцы. Братенечки, чокнутые повстанцы. А теперь еще и кровавые пыльцы. Да уж, воздорите жизнь и сказка. Не они здесь все были одержимы своей красотой. Да завали, погоди ты, господи, могу, но попозже. Не до тебя сейчас. Чё тебе надо, ты чё там, яйцо прищемил столик? Где-то там есть. Они повсюду! Ну-ну. Тут есть кто-нибудь! Ну-ну. Тут есть кто-нибудь! Это же галлюцинация. Не поможете мне помочь! Эй, сюда! Я не верю, он меня сейчас заведет в какое-то говно, что... Привет, красота! Привет, красота! До свидания! Что это за... Что? Где? Кто это? Что это? Что это? Что это такое? Я не верил изначально этой хрени. Ну иди сюда, брань, чё ты убегаешь? Ты думаешь, я тебя боюсь? Знаешь, сколько хорроров я прошел, братан? Ты охереешь? Ты меня сам бояться будешь после этого. Я, кстати, даже сам не посчитаю, сколько я хорроров прошел. Я думаю, наверное, несколько сотен. Реально, если зайти на канал, если вы еще этого не видели, их очень много. При этом еще много закрытых, потому что по тем или иным причинам они на не подошли. Ладно, не суть. В общем, спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. Заглядывайте в описание под видео. Увидимся буквально скоро!